Приветствую вас, дорогие мои зрители! Сегодня будет видео об одежде, о моде и вы знаете почему. Во-первых, мой канал можно назвать Lifestyle. Это канал о моей жизни, о моей жизни во Франции и у меня в основном три направления. Это направление культуры и истории, это направление моей жизни исключительно моей. Я не склетничаю о ком-то, я говорю только о себе, о том, как я живу, какие-то личные истории. И третье направление это, конечно, мода-стиль, потому что Франция без моды и без стиля это неинтересно. Потому что, по крайней мере, как бы что ни было, как бы что ни говорили, что о Франции нет своего стиля, он определенно есть, безусловно. И я стараюсь об этом как-то рассказать на моих примерах, на примерах на описание других женщин. И я надеюсь, что это у меня будет получаться. Вы знаете, я знаю, что, конечно, сравнить с Италией невозможно Францию. Это Италия, это законодатель моды, это всегда так было. И, естественно, глядя на улицы, можно приблизительно понять, как одеваются люди, как одеваются люди в Италии. Хотя мне не всегда нравится, как они одеваются, как бы что ни говорили. Не все итальянки обладают вкусом, но большинство, большинство стараются как-то преподнести себя. Не обращайте внимания на мой антураж. Мы купили новый холодильник и пока его не переместили, вот стоит на заднем плане, ведь еще в пленке. Поэтому не обращайте внимания. Это не специально, это пока временное его пристанище. И опять же, о стиле. Чтобы сказать, что француженки совсем не интересуются, так сказать нельзя. Они просто имеют свой определенный стиль, о котором я уже не раз говорила. Но, тем не менее, они обращают внимание на людей, которые одеты как-то необычно. Я не говорю о фриках. На фриках никто не обращает внимания. Ну, фрики это что? Это люди, которые специально одеваются, чтобы вызвать какое-то внимание особенное публике. Например, я вам уже говорила, что у нас есть такой известный фрик в центре Иона. Такая женщина, которая уже далеко за 70 и может быть за 80. Она носит какие-то разноцветные волосы, она носит чулки, в которых видны шлевки, какие-то юбки, пачки короткие, прикрывающие два попы. Ну, в общем, такая необычная женщина. Она всегда сидит в центре, где-то пьет кофе. В общем, ходит, ходит, ходит и уже все знают, что это такой наш фрик Леонский. Часто можно встретить с каких-то действительно людей и мужчин в женской одежде. Хотя я считаю, что каждый делает то, что ему нужно в жизни и каждый выражается по-своему. Это вообще не должно быть каким-то запретом. Я считаю, каждый делает то, что хочет. Но если, например, человек одет, обычный человек, не фрик, одет как-то необычно, то он может получить комплимент французов. И знаете, когда я надеваю что-то такое яркое, что мне самой кажется таким вот прям необычным и классным, я получаю комплимент. На самом деле я даже удивляюсь, что ко мне часто подходят и что-то говорят такое приятное. В общем-то, и очень приятно это слышать от француженок. Например, моя известная шубка Йети, которая, ну она действительно такая очень необычная. И ко мне подходили не раз и спрашивали, где я купила такую шубку. Потому что, в принципе, француженки любят это все. Но, возможно, никто об этом особо не задумывается, что нужно как-то. Вот они надевают то, что у них есть. И, ну, трудно здесь сказать. Вы знаете, кто-то старается, кто-то не старается. Но в основном им, конечно, все равно и определенного стиля нет. Ну вот комплименты насчет моей шубы Йети я получала. Я получала комплименты по поводу своего вот этого, помните, пончо-дизель, который такой большой, огромный. Вот тоже не раз подходили ко мне и говорили, что какая классная вещица и просто вот супер. Вот, но это приятно. Это приятно на самом деле. Хотя я надеваю это не для того, чтобы получать комплименты, а просто потому что, да, это тоже какое-то самовыражение. Недавно я купила пиджак мужской, в мужском отделе. Вы знаете, и я была поражена, что ко мне сразу прилетели несколько покупателей, женщин, и спрашивали, где я такой пиджак нашла, когда я примеряла возле зеркала. Я не заходила даже в примерочную кабину. Я сразу схватила, быстренько накинула. Примерочные были заняты, людей было много. И я накинула так. Они сказали, какой классный пиджак. Ну, я сказала, что в мужском отделе. Они даже не поверили. Говорят, не может быть такой стильный, классный, и не поверили. Они сказали, видимо, это унисекс. Но это не унисекс, это обычный пиджак мужской. Просто немножечко, чуть больше размера. Кстати, вот насчет мужских пиджаков нужно тоже быть аккуратным. Хотя стилисты советуют оверсайз. И с пиджаком с мужским можно переборщить. Если какой-то стилист на стрит-стайле может надеть на себя неимоверно огромную вещь, то, конечно, на улице это будет смотреться странно. И нужно все это к себе применять. Немножко оверсайза, да, но нужно все, конечно, в мере, чтобы не быть клоуном и не быть городской сумасшедшей. Поэтому я сейчас вам покажу три примера, как выглядеть, я считаю, на мой взгляд, и на основании советов стилистов, как выглядеть хорошо, как выглядеть ярко. Потому что осень такая пора, когда становится все немножко грустно. И через одежду можно как-то самовыразиться, можно придать красок своей жизни. Я вам сейчас покажу три примера. И три вещи, без которых эта осень для меня просто была бы скучна. Но у каждого свои вещи, которые могут украсить, придать настроение. Но этой осенью безумно в моде кардиганы. Кардиганы немножко такого большого размера, не такие, как были раньше, куценькие. Хотя некоторые стилисты предлагают и узкие кардиганы. Но я считаю, что это можно носить только девушкам, у которых 44 размер максимум и небольшая грудь. Потому что, чтобы не выглядеть такой мух мадам Грицацуевой в таком узком кардигане с большой грудью, то лучше, конечно, покупать оверсайз и там уже варьировать, как можно, заправлять его, не заправлять, открывать плечи. В общем, я сейчас вам покажу три вещи на себе. Три вещи, которые я включила в свой гардероб среди вещей, которые у меня уже были. И вы их наверняка знаете. Но они могут украсить, могут поднять настроение, придать образам. Такой, я считаю, что определенный стиль. В общем, наговорила вам немного. Такое предисловие, может быть, немного большое получилось. Но сейчас будем снимать образы. Три образа. Ну вот, я вам показываю свой первый образ. Опишу подробно, что на мне. Это джинсы Левис. Это в винтажном магазине куплены. Были новые совершенно джинсы с этикеткой. Но у них высокая посадка. Видите, какая потрясающая посадка. Какие классные карманы. Видите, очень-очень классная посадка. Вот, и к ним я подобрала вот такой кардиган. Это марка Manila Grass или Manila Grasset. Наверное, Manila Grass. Я так понимаю. Он из 30% Махера. Марка дорогая достаточно. Вот, но мне повезло купить его на скидке. И в этом году это неимоверно модный цвет и фасон кардигана. В этом году это все кардиганы. Нужно иметь обязательно, чтобы быть на волне со всеми модниками. И вы знаете, как в этом году предлагают носить стилисты? С футболками. И как ни странно, под горло. Хотя я бы не сказала, что это самый лучший вариант. Но это сейчас очень-очень стильно. Тогда вид получается молодежный. Стоит кардиган надеть с маечкой, с открытой грудью. Будет немножко другой, более солидный вид. Мне так кажется. Смотрите, как он классно сделан. У него длинение идет впереди и на спинке. Вот. И джинсы укороченные. Я их сделала укороченными. Я их обрезала благополучно. И здесь я подобрала ботинки французской марки. Я уже не помню какой. Какой-то. Ой, потом скажу, возможно. И в таком стиле диссигаль. Сейчас я вам покажу полностью этот вид. Знаете, я выклад каблуков. Я их практически уже не ношу. Вот. Но видно или нет. Сейчас вам покажу вот так. Я не вижу издалека, что там видно, что нет. И этот стиль я считаю летом. Ой, осенью. Просто незаменимый наряд. Потому что сверху вы можете надеть все, что угодно. Бомбер. Вы можете надеть плащ. Тренч. Вы можете надеть пальто. И это всегда будет выгодно смотреться за счет цвета, за счет формы этого кардигана. И за счет фактуры. Очень уютный, очень теплый. И знаете, я считаю, что кардиганы нужно обязательно носить. Я давно уже их не носила. Они как-то давно не были в моде. И в этом году просто высший класс. Видите, он большой. Он не маленький. Его, конечно, можно даже, наверное, отправить внутрь. Наверное. Не знаю. Возможно. Не знаю. Никогда не вправляла. И сейчас впервые перед камерой это делалось. Возможно, не то. Можно надеть пояс. Хотя я пояса не люблю. Я пояса не люблю, потому что мне это неудобно. Я предпочитаю носить вещи, которые мне будут удобны. Кардиган взять размер XL. Намеренно. Чтобы смотрелся стильно. Не вижу себя. Во-первых, я полуслепая. А во-вторых, это действительно далеко. Я камеру поставила. Видите, я даже еще не отрезала бумажки. Вот Манила Грасс. И вот состав. И вот здесь 30% мохера. Все остальное синтетика. Вот так. Сейчас вам покажу следующий образ. Кстати, здесь сережки. Вот такие. Сережки Зара. И они такие в конфетном таком стиле. Еще больше украшают образ, я считаю. Видите, сейчас следующий наряд вам покажу. Оставайтесь со мной. Никуда не уходите. Следующий образ. Так, у меня съемка идет. Следующий образ тоже состоит из кардигана. И чем же он замечательный? Во-первых, меня потянуло на коричневый цвет тоже. Не только яркие цвета. То, что в этом году коричневый цвет тоже очень-очень в моде. Как говорят стилисты. Кардиган мужской. Вот что интересно. Посмотрите сблизи. Какие классные, потрясающие пуговицы. На правую сторону застегивается. Но самое в нем интересное то, что он имеет потрясающий состав. Опять же, когда я взяла его в мужском отделе, у меня сразу стали смотреть покупательницы. С удивлением, с интересом. И потом они искали тоже такой же кардиган. Состав. Кашемир, шелк, вискоза. И совсем немножко, ну 10% полиамида. То есть состав потрясающий. К телу очень приятный. Поэтому такой кардиган я бы носила просто на нижнее белье какое-то. И никаких водолазок здесь не нужно. Единственное, что я не люблю, когда открыта грудь. Тем более осенью. И я предлагаю платочек. Платок из натурального шелка. И, возможно, какое-то колье. Много цепей. Ну, это еще я в процессе приобретения. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Обувь я оставила тоже. Джинсы, которые, вы знаете, просто прекрасны. Но я не могу от них отойти. И осенью в них можно тоже прекрасно ходить. Только немножко используют более дозированно. Потому что будет слишком странно, если у вас опять начнется осенью. Вот эта вся игра красок, которая должна быть летом. Поэтому коричневый цвет немножко приглушает. Батильоны все те же. Далери марка, кстати, я посмотрела. Вот. И вот такой образ мне кажется вполне приемлемым. Я заправила кардиган спереди. Сзади он висит. Но, в принципе, его можно просто вывернуть. Если вы не хотите как-то придавать такой более стройный силуэт. Его можно просто вывернуть. И носить как длинную кофту. Потому что это тоже классно. Расстегнув там снизу, скажем, пару пуговиц. Но размер, естественно, или или XL. Я уже не помню. Я просто беру и вижу по мне сразу. Подходит ли мне платок. Завязала вот так. Но здесь, как каждый хочет. Можно без платка. Можно водолазку. Можно что угодно. И осенью. Это очень-очень приятно на самом деле. И образ становится сразу модный. Сережки, правда, здесь нет. Нет-нет-нет. Конечно. Лучше бы всего здесь подошло какое-то позолоченное. Что-то в золотом стиле. Потому что коричневый и зеленый очень-очень идет в желтый металл. Вот. Так что еще один образ я сейчас вам покажу. С тем самым пресловутым пиджаком. О котором меня спрашивали покупательницы. Тот образ мне очень нравится. И он немножко отличается от предыдущих. Вы сейчас видите почему. Конец-то я надену юбку. И вот такой наряд, дорогие мои зрители, уважаемые мои. Пиджак, который вы видели у меня на съемках в деревне Перуш. Я его надела с пояса. С ремнем. Этот ремень очень мне нравится. Потому что он ручной работы. Вот. Это какой-то знакомый моего мужа делал. И у него какая-то там фабрика производства этих ремней. Видите, какая шикарная кожа. Вот ручной работы штука. Мне она очень нравится. Прям очень качественный запах такой прямо кожи. Вот. И видите, пиджак мужской плечи. Силуэта мужского. Но все в меру. Потому что стоит чуть-чуть только переборщить. Будет уже слишком стритстайловский. И это не всегда хорошо. Если вы просто живете обычной жизнью. Все-таки нужно немножко держать себя в рамках, мне кажется. Так, чтобы не быть клоуном на улице. Потому что клоуном в 50 лет быть не хочется. И здесь, естественно, мои ботфорты. Мои ботфорты Zara. Видите? Ботфорты Zara. И опять же, такой наряд. Он такой девичий. В то же время есть такая маскулинность. Которая сейчас очень-очень в моде. И на него можно надеть все, что только вашей душе угодно. Тренч, шубку, пальто драповое, даже пуховик. Что угодно. И под пиджаки даже носят бомбера. Видела? Но опять же. Кому что нравится? Мне не нравится. И, вы знаете, когда надеваете пояс под пиджак, не должно быть все так слишком прилизано. Пусть эти карманы как-то торчат неловко. Пусть будет какая-то небрежность. И чем небрежнее этот образ, тем лучше. Вот такие немножко длинные рукава получились. И тем лучше. И этот пиджак, это пиджак и жакет, очень гармонирует с сапогами Зара. Потому что грубость внизу, грубость сверху. И такая нежно летящая юбочка, водолазка. Но опять же цепь моя любимая. Посмотрите, как смотрится сзади. Я не видела. Увижу, как надо будет монтировать. Вот такой образ. И не знаю. Здесь, конечно, лучше всего собрать волосы. Хотя, в принципе, не обязательно. Вот так. Вот так, дорогие мои зрители. Присаживаюсь на корточке, потому что стула рядом нет. И я вас очень попрошу сделать свои выводы. Проголосовать за мои образы. Как вы обычно это делаете. Мне это очень интересно. Высказать свое мнение. И я буду очень-очень ждать. Всем до новых встреч. Всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok